Добрый день, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Марсанкеев. Всем добрый день! Борис Владимирович, вопрос на злобу дня. Как нормальному здравомыслящему человеку относиться ко всем этим высказываниям о том, что с 1 апреля Газпром будет продавать газ за рубеж исключительно только в рублях. Ну, благо, хотя бы не добавляет что-то наличкой. К этому подключаются всякие личности хайпуя на том, что нужно продавать не только газ, но и нефть, золото, бриллиант и все прочее. Будем ли продавать с 1 апреля исключительно все только в рублях? И как все обстоит на самом деле? Ну, на самом деле, вот, мое личное желание, конечно, человека, который придумал эту утку, что с 1 апреля Газпром переходит на торговлю с недружественными странами исключительно в рублях, обнять нежно за шею и не отпускать, пока не закрепить. Мне казалось, что в России русским языком владеют многие, особенно представители четвертой древнейшей профессии. Давайте вместе просто возьмем первоисточник. Первоисточником является сначала устное заявление президента России, а затем, появившееся 26 марта сего года, документ поручения президента Российской Федерации в адрес руководителя правительства Российской Федерации, Центрального банка и концерна Газпрома. Давайте вместе прочитаем. Это несложно. Перечень поручений по итогам совещания с членом правительства. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания, прошедшего 23 марта. Поручение номер 547, пункт 1. Правительству совместно с Центральным банком и Газпромом реализовать комплекс мер по изменению валют и платежа по поставкам природного газа в страны Европейского Союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении Российской Федерации на российский рубль. Доклад 31 марта. Далее ежемесячно. Ответственная Мишустин, Нобиулина, Миллер. Есть слово торговля с 1 апреля? Нет слов торговля с 1 апреля. Поручение 547, пункт 2. Правительству в целях реализации пункта 1 утвердить директиву представителям Российской Федерации в Совете директоров Газпрома по внесению изменений в действующие контракты по поставкам природного газа в части изменения валюты платежа. По таким контрактам на российский рубль. При сохранении установленными контрактами объемов поставок цены принципов ценообразования. Ответственная Мишустин. Пункт номер 3. Где здесь? Откуда фраза? Дано поручение до 31 марта разработать пакет мер. Разработать, дать в руки Газпрому инструмент, который позволит ему общаться со своими партнерами в Европе. Предлагаем прекратить поставку за рубли. Действовать по следующему алгоритму в соответствии с тем, что решит правительство и что решит Центральный банк. То есть, если правительство выпустит постановление отпускать газ только за рубли с такой-то даты, тогда можно говорить о том, что торговля начинается в рублях. Из этого документа, во-первых, нет даты 1 апреля. Во-первых, нет слова торговля. Просто нету. Разработать перечень мер. Дата 31 марта. Это значит, что 31 марта, в соответствии с тем, что мы только что вместе с вами прочитали совместными усилиями, господин Мишустин должен положить на стол президенту Российской Федерации разработанный пакет мер. Вариантов, что может происходить дальше, да, вы хорошо написали, действуйте. Вариант номер два, что это вы мне тут написали, идите переделывать. Что дальше должен делать Газпром? 1 апреля объявить всем, что только так и никак и иначе? Но это бизнес. Если исходить из идеологии ОПЕК+, там наследный принц Саудовской Аравии все очень корректно объяснил. Все наши политические установки остаются за дверьми помещения, где мы проводим свои совещания, посвященные регулированию мирового нефтяного рынка. Точка. То же самое будет делать Газпром. После того, как он получит распоряжение, подписанное господином Мишустином, руководителем Центрального банка, руководительницей, он извещает своих партнеров, есть вот такое решение моего правительства, я не имею права отпускать вам газ за евро. Вот механизм покупки рублей. Все. Дальше начинается обычный вариант бизнес-торговли. То есть фирма, не знаю, ну условно пусть австрийская ОМФАУ. Алексей, что вы хотите? Я хочу рубли. Да? А мне это надо? Нет, но я по-другому не могу. Алексей, я найду рубли, но дай мне скидку в 10%. Ну, с ума сошли. Какие 10%? Полпроцента даю. Алексей, мы с вами работаем 23. Давайте 9,5. Обычный процесс и обычный бизнес-процесс. Один из партнеров по серьезной, крупной, долгосрочной сделке просит каких-то уступок в свой адрес. Разумеется, есть кнут, есть пряник. Кнут мы увидели в виде рубля. Пряник дашь? Да, но маленький. Но потом. Нет, я хочу большое, если честно. Ну, обычный предмет торга, обычный бизнес-процесс. Друзья, выяснение отношений между Роскомнадзором и Ютуб выходит на новый уровень. Они уже перебрались в суд по вопросу блокирования отдельных каналов. И судя по тому, что Ютуб не особо идет на компромиссы, Роскомнадзор вряд ли будет церемониться. И с полной вероятностью можно ожидать, что в скором времени площадка Ютуб перестанет быть доступной в Российской Федерации. Соответственно, с уходом с этой площадки нам где-то нужно собираться. Мы предлагаем вам, призываем, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там мы точно не потеряем друг друга. Мы уже готовим резервные площадки, куда будут заливаться видео после блокирования Ютуб. Но когда это произойдет, чтобы не потеряться, чтобы найтись и быть на связи, подписывайтесь на Телеграм. Там всегда свежие новости и все сообщения от нашей команды и судьбе проекта. Мы уже месяц работаем в отсутствии монетизации со стороны площадки Ютуб. Друзья, огромное спасибо всем, кто донатит на карты. Реквизиты будут в описании к ролику и в закрепленном комментарии. Но проще работать, когда ты имеешь зарплату. Нашей зарплатой является платная подписка на Sponsor.ru. Вы можете подписаться на любую сумму подписки, которая вас устроит, которая будет вам пассивной, которую вы считаете адекватной за нашу работу, которую мы делаем постоянно, ежемесячно, для вас, с той скоростью, которую позволяют нам финансы, оборудование и все прочее. Мы очень благодарны нашим подписчикам. На Sponsor.ru будут появляться некоторые эксклюзивные материалы, некоторые исходные материалы. Так что подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Будем стараться. Ничего выдающегося 1 апреля произойти не должно, кроме того, что мы с вами отметим День дурака. Как раз праздник тех, кто в это поверил. Я боюсь, что это отдельный полупрофессиональный праздник для господина Лаврова, который вынужден действовать по принципу, есть такая профессия с европейскими политиками разговаривать. Ну, не более того. То есть, кто, откуда, почему с первого рта какие-то загадочные люди на экранах телевизоров кричат, что с 1 апреля только так, а никак иначе. Не будет ничего 1 апреля. 1 апреля в руках у работников Газпрома появится алгоритм, которые они будут предлагать своим европейским партнерам. Если вы зайдете на официальный сайт Газпромэкспорта, это компания, которая непосредственно подписывает контракты на поставку российского газа, то вы немножко помучитесь, обнаружите, что там более полутора сотен компаний по всей Европе. Понятно, что за один день там ничего не решится. У меня есть подозрение, что мгновенно согласится перейти на рубли Молдова-Газ. Связано это с тем, что Газпрому там принадлежит контрольный пакет акций, и как-то я думаю, что он сможет согласовать с Молдова-Газом. Я думаю, что две компании из числа основных партнеров Газпрома в Германии, Вингаз и ВИХ, тоже легко согласятся перейти на рубли. Я думаю, что они были согласны уже 23 марта, когда Владимир Владимирович закончил свою речь, и связано это с тем, что там все 100% акции принадлежат концертам Газпрома. Еще один фонд для всего этого, многочисленное, бесконечное заявление министров, президентов, еврокомиссаров, дедушки на перфокартах о том, что они не будут покупать газ за рубли. Не будут! Эммануэль Макрон не покупает газ, Россия его не продает. Вот это все, и бесконечное повторение всеми нашими СМИ, что сказал тот министр, что сказал вот этот руководитель парламента, да какое нам дело, всем до того, кто что из них говорит. Есть контракты, подписанные между конкретной европейской компанией, частной, единственная компания в Европе, имеющая хотя бы какие-то государственные доли, это польская компания ПГНГ. Вот там, конечно, генеральный директор отличился. В минувший четверг генеральный директор заявил, что ПГНГ отказывается покупать за рубли, не видит такой возможности. Прозвучало громко, звонко, в пятницу утром генеральный директор компании ПГНГ подал в отставку. То есть на дорожку я вам такого наговорю. А теперь новому руководителю, который возникнет, нужно будет разгребать, чего ж джентльмен наговорил. Можно действовать в режиме председателя правления компании «Латвия с газа» господин Калвитис, который тоже очень эмоционально заявил, что «Латвия с газа» вообще не понимает, что такое покупка газа за рубли. Никогда такого не было. Мы вообще не понимаем, как такое может быть. И последняя фраза в его замечательном интервью. По крайней мере, пока. И он совершенно прав. Пока он не получил пакет документов из «Газпрома», все, что он имеет на руках – контракт. Обозначено валюту платежа. Обозначено. И «Латвия с газа», как и все остальные европейские компании, действуют на основании контракта. Предложение «Ангазпрома» – дополнительное соглашение к контракту. Пересмотр валюты платежа. И может быть документально утвержденная некая плюшка, что там, печенюшка. И не более того, как. Теперь вторая часть вопроса о том, что мы все переверем на рубли. Все непременно. Об этом заговорил председатель Государственной Думы с высокой трибуны. И правильно сделал. Потому что если джентльменов в Европе настала бессонница из-за газа на рубли, то пусть у них теперь еще и кота начнется, и еще что-нибудь. На самом деле, каждый раз будет возникать тот же вопрос. Это не Российская Федерация поставляет газ, это делает концерн «Газпром». Существенное предложение, на которое уже стоит обратить внимание, у нас есть союз экспортеров зерна. Вот они обратились к правительству совершенно официально, с тем, чтобы был разработан механизм, позволяющий им реализовывать зерновую продукцию тоже за рубли. Вот есть заинтересованность бизнеса, есть совершенно корректное обращение к правительству. «Помогите нам сделать все для того, чтобы это произошло, мы сами решим вопрос со своими покупателями». Вот это нормально. А все остальное – министр, еврокомиссар, Урсула фон дер Грайен с ее своеобразным взглядом на жизнь, как она, под каким ракурсом она смотрит на политику, совершенно непонятно, некие министры федеральных земель, которые призывают зимой одеть два свитера, завернуться в одеяло, летом снять с себя шкуру, если жарко станет, и все это. Министр обороны уже высказались на это. Кто еще не высказался? Давайте еще пресс-секретарей. И вот это бесконечное желание все это тащить в наши СМИ, рассказывать о том, как основной козы барабанщик заявил, что он не знаком с рублем, Польша не знакома с рублем. Там Джо, Байден сообщил, что Россия провалилась в XIX веке, и было это сказано в Польше. Я думал, что поляки, присутствующие на его выступлении, начнут стягать в окна. Они помнят, как выглядела Россия в XIX веке. Это, конечно, большая радость, что они снова окажутся в составе одного государства в Финляндию вместе со всей Прибалтикой. А это они не знают про рубли. Ну и так далее. В чем цель, это на самом деле понятно. Европа не имеет физической возможности отказаться от российского газа. Ни в этом году, ни в следующем. Те, кто в этом сомневается, вот есть замечательное государство Катар, которое про природный газ, про СПГ понимают лучше, чем все мы вместе взятые. По-моему, Эмир Катару уже устал объяснять европейским политикам, что чудес на свете не бывает. Заменить Россию с поставками газа и нефти в Европу на этой планете никто не может. Можно газ не от России, можете заняться спутниками планеты Юпитера, там метана полно. Ну нету, ну нету, не бывает. Я уже, по-моему, в студии День ТВ объяснял, что и возможности нет принять такое количество СПГ с моря, нету. Не хватает терминалов. Строительство терминалов, это в лучшем случае 2-3 года. С учетом европейской бюрократии, допустим... Хорошая пятилетия. Ну, есть вот такое государство, которое возглавляет рейс-канцлер геноцид ХХ Шольц. У него в столице строится аэропорт лет 15. И вот эти люди собираются строить регистрационный терминал. Ну, Шольц начнет строить терминал, дети его продолжат. Вот здесь предложение Путина, там, как там, 5 стадий. Гнев, неприятие, смирение, депрессия и так далее. Могут извиваться сколько угодно. Что это означает для всего остального мира? Вот мы, если открыть наши СМИ, мы сосредоточены отношения России и коллективного Запада. Поскольку слово коллективное длинное, я предлагаю его заменить на дикий, больше соответствует и проговариваться, короче. Но есть еще весь остальной мир, он намного больше, чем дикий Запад. Конечно, на нас очень внимательно наблюдают за нами, за нашими действиями. Удастся у нас продавить смену валюты платежа или нет, смотрит весь Ближний Восток. Я напомню, что в 1974 году по окончании кризиса мировое соглашение было подписано между Саудовской Аравией, как страной лидера ОПЕК и Соединенными Штатами, как лидера Международного энергетического агентства и на тот момент крупнейшего импортера нефти, соглашение о том, что Саудовская Аравия продает всю нефть, номинируя ее в долларах. Хранит доллары в американских банках, инвестирует эти доллары в американскую экономику. Взамен Соединенные Штаты взялись обеспечить безопасность королевству Саудовской Аравии. То, что мы наблюдаем сейчас, Байден, который заявил, что из-за журналиста Хашоги Саудовская Аравия должна стать страной-изгоем, этот замечательный человек не понимает, что такое ценности и традиции стран незападного мира. Он то ли ковбой, то ли просто... Ну, не буду это, пусть медики там другие слова говорят. Это государство видит, что Соединенные Штаты не помогают ему справиться с проблемой хуситов. Еминские хуситы только что, буквально несколько дней назад, в очередной раз нанесли удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. И замечательный, великолепный зенитный комплекс «Патриот» ничего с этим сделать не смогли. Все, что услышали в Саудовской Аравии по этому поводу, это возмущение, недоумение, озабоченность со стороны Соединенных Штатов. То есть, свою часть для ОР они не выполняют. При этом Саудовская Аравия прекрасно видит, что произошло в течение буквально квартала. Сначала с золотыми запасами Афганистана, потом с золотыми запасами России. Их просто украли. Можно там называть как угодно, но украли и украли. И они понимают, насколько огромная сумма у них хранится в валюте этого государства. Или, как у нас принято говорить, этой страны. И, разумеется, увеличивать эту сумму, которую ковбои могут украсить в любой момент, это совершенно не хочется. Более 25% экспорта Саудовской Аравии, нефти, приходится ровно на одну страну Китай. Сделки сейчас по-прежнему происходят в долларах. Для чего им нужны доллары, никто не понимает. Одна из западных газет сообщила о том, что начались переговоры о Петро-Юане. В Шанхае есть товарно-сырьевая биржа. Почему бы не заниматься реализацией продукции там, в Соединенных Штатах, к этому никакого отношения не имеет. Почему так напрягся весь этот замечательный дикий запад? Он понимает, что вот этот уход, если 20 лет назад 80% мировой торговли проходило в долларах, сейчас с учетом евро, а это производная доллара, до 90% идет в паре доллара-евро, то уход России из сделок по газу, а старанием Еврокомиссии, Европейский Союз видит газ по тем ценам, по которым он видит, и не только лишь все готовы к следующей зиме, как говорил известный киевский златоуст. Они понимают, что уход России отсюда, он может вызвать шквал других выходов. Еще иностранные потянутся, обнаружив, что ничего дикий запад с этим сделать не может. Уменьшение пары доллара-евро в мировой торговле, это снижение их обеспеченности, на самом деле эта валюта не подкреплена ничем, кроме того факта, что мировая торговля идет в этом. Причем вот такой выход, ни разовый, ни разом слом, ни выброс триллионов трежерис, спокойно, вот этот сектор ушел, вот тут сектор ушел, это нормально, потому что обрушение доллара, это крах всей мировой торговли, это никому не надо. Это должен быть режим шагренивой кожи, шаг за шагом, степ-бай-степ. Идут переговоры внутри нашего Евроазиатского экономического союза, о том, чтобы вся торговля осуществлялась в национальных валютах. Министерство экономического развития России этот процесс запустило достаточно давно, по плану он должен был закончиться в 25-м году, но сейчас в связи с тем, что жареный петух и так далее, может быть у нас этот процесс ускорить, тем более, что дружеские нам страны, находящий в состав ЕАЭС, прекрасно понимают, насколько надежна работа с долларом и евро. Стимулы есть, возможность свой внутренний рынок сделать независимым от внешнего тоже есть. У нас сейчас налоги на нефтяное отрасль, все рассчитываются, беря в качестве индигативных величин, курс нефтяных фьючерсов на внешних рынках. То есть ставку налога на добычу полезных ископаемых, привязываем именно к цене марки Брэнд, хотя она сейчас не соответствует тем ценам, по которым отдаются российского нефтя продавать. Может быть здесь получится ускорение. Официально заявлено, что уже выехала группа специалистов из Центробанка России в Индию с тем, чтобы выстраивать механизм торговли в паре рубль-рубия. То есть шаг здесь, шаг вот здесь. Почему наши зерновые дела мастера уверены, что они смогут перейти на рубль, тоже понятно. Потому что если для всего остального мира стоимость минеральных удобрений увеличилась 6 раз за 1 год, то в России ничего подобного не произошло. Понятно, кто получает преимущество на рынке зерна, которое крайне важно для Ближнего Востока, где, простите, в песке при плюс 50 пшеница растет так себе. Понятно. Понятно заинтересованность в том, чтобы не вызвать действительно массового голода в этом регионе, где климат не позволяет выращивать зерно, которое является основой для мясного скотоводства и так далее. Понятно, почему в России друг за другом в гости к Сергею Викторовичу едут к его коллеге из стран Ближнего Востока. Я думаю, там переговоры не только о газе и о нефти, но и о том, что страны Ближнего Востока совершенно не заинтересованы в том, чтобы случился голод, потому что голод – это типичный повод для цветных революций и так далее. каким-то там зеленым жилетом во Франции отдельно физкульт-прилет. Мир действительно стоит на пороге глобальных перемен, которые могут произойти. Может быть, среди прочих антикризисных мер переход на какие-то другие режимы работы состоится и в России. Допустим, то, что происходит в нефти, мы все видели и видим, если обычный дисконт, то есть скидка, так сказать, от цены бренда для нашего флагманского марки нефти «Юрос» составляла от 3 до 5 долларов за баррель, то сейчас от 25 до 30. Дисконт большой. Причем каждая нефтяная компания, занимающаяся экспортом, самостоятельно бьется за то, чтобы этот разрыв как-то уменьшить, как-то договориться с покупателями и так далее. То есть даже это не централизовано, даже этим наши министерства, допустим, экономического развития заниматься не желают. У него масса других забот, правда, в чем они заключаются, я не очень понимаю. Почему будут сложности с поставками угля за рубли? В России, я пытался сосчитать, насчитал 48 угольных компаний, каждая из них имеет право на экспорт. И опять, каждая из них будет отдельно договариваться о том, на каких условиях на Дальнем Востоке уже зафиксировано снижение объемов экспорта. Проблема все та же. Мы привыкли работать в режиме ФОП, доставил груз в порт, кто-то подогнал судно, перегрузили груз на него, все, больше ни за что не отвечаю. Вот этих судов, которые могли бы взять, своих, наших, российских, просто нет. Нам было удобно работать так, ну, давай вот очень несложная арифметика. Если брать, допустим, только нефть, без нефтепродуктов, то сейчас есть риск того, что мы потеряем порядка трех с половиной миллионов баррелей в сутки экспортом, именно потому, что возникли логистические проблемы. Нам надо перенастраивать потоки с дикого запада на цивилизованный восток. Это другая работа портов, это другие запросы к компаниям, судовладельствам и так далее. То есть дисконт, ну, давайте возьмем 20 долларов, умножаем 3,5 миллиона на 20, вот это то, что мы оплачиваем за отсутствие у нас, собственно, танкеров для перевозки нефти. Но, на мой взгляд, 75 миллионов в сутки дороговато. Мне казалось, что вот в этой обстановке, которая сложилась, когда вот эти цифры стали известны, правительство обратит внимание на нашу судостроительную область. Очень надеюсь, что это произойдет. Ну, опять, это у меня фантазия, решают далеко не я, это просто мысли вслух. Спасибо за развернутый ответ. Друзья, в условиях всего происходящего, там ограничения Ютуба, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, мы там всегда на связи, свежие новости, информация, где выходят наши ролики. До новых встреч, спасибо. Всем спасибо за внимание, спокойствие и внимательно изучайте. первоисточники, а не слова многочисленных эмоциональных журналистов, как бы экспертов, и так далее, и так далее. Обращайтесь к первоисточникам, это надежнее. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова